Всем привет. Начинаем. Наш доклад называется Java EE Puzzler. EE здесь исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что они были собраны отовсюду. Из хибернейта, из спринга, из гугла, даже в рамблере что-то, по-моему, или нет. Неважно. Назвать их просто Java Puzzler мы не могли, потому что это не чисто Java Puzzler, в смысле чисто по core Java. Назвать их Enterprise Puzzler мы тоже не смогли, потому что у нас такие будут пазлеры по Java, поэтому мы воткнули костыль, как мы любим. Собственно, представимся, наверное, нас двое. Это Егор Волков, работник DataArts с 2014 года, потомственный программист, автор нашумевшей легендарной монографии «Как сначала стать бородатым, потом может быть сеньором». Ну и сегодня я с Ильей Шишкаревым, он в DataArts с 2013 года, senior full stack developer, junior team lead, так бывает, специально для него придумали лычку такую. Да, придумали, но еще не дали. Собственно, откуда растут ноги этого доклада? Да, дядя Джош и дядя Нил в свое время написали книгу Java Puzzlers, которая собирает вот такие вот какие-то странные, непонятные, глупые, но в то же время умные куски кода, которые выносят мозг. Такой элегантный говнокод. Да, элегантный говнокод мы это называем. Поэтому по этой книге они выступали с большим количеством докладов. У нас на территории СНГ, в Украине, везде вариация этого доклада известна благодаря вот этим людям. Это просто Барух Садыгурский и Женя Борисов. У них есть серия пазлеров по SpringGoo, по Groovy, по Java 8. И вот формат этот более-менее популяризировали они. В общем, тут все просто. Эти парни сперли идею у первых парней, мы сперли идею у этих парней. В общем, мы ждем письмо о double copyright infringement. И повестку в суд. Да, мы украли у всех. Собственно, они всегда на своих докладах говорят, что они классные программисты, они не пишут синглтоны, они их пьют. Мы вроде тоже неплохие, мы синглтоны, правда, не пьем, мы пьем прототипы. Мы сразу пьем прототипы. В общем, что такое пазлеры? Пазлеры – это какие-то такие сложные, несложные, непонятные задачки. Мы показываем вам задачки, мы предлагаем вам варианты ответа. Задачки бывают глупые, код бывает нехороший. Всегда есть правильный вариант, всегда один. Вы голосуете за правильный вариант, мы раздаем призы, кидаем призы, передаем призы. Приз мы даем только тогда, когда человек может объяснить, почему так. И когда приз есть. И когда приз еще остался. Нам должно хватить. Все логично. Поехали. Первый пазлер. Давай, это твой. Давай, я. Хорошо. Все мы, наверное, когда-то в молодости, в юности, в детстве смотрели фильм про Дункана Маклауда, про Гордца. Он там, по-моему, бессмертный был. И, по-моему, он там говорил фразу, что вот может быть, должен быть только один Дункан Маклауд. Мы попытаемся сегодня этот миф либо доказать, либо развеять. Собственно, смотрите, что у нас есть. У нас есть entity Duncan McCloud, ID-шник Дункана, обычный генерированный хибером ID-шник. И у нас есть слегка кривой метод хэш-код. Дальше мы создаем сет Гордцы, создаем entity instance Duncan. Мы его помещаем в сет, потом мы его сохраняем в базу, в вечность. Он же бессмертный у нас. И на всякий случай, чтобы точно никуда он не делся, мы его еще раз засовываем в сет. Все мы знаем, что в сете уникальные как бы инстансы хранятся. Собственно, поэтому у нас к вам вопрос. Сколько будет Гордцев? Варианты ответов на экране. Не будет ни одного, потому что бессмертных людей не бывает. Один будет. Будет два каким-то чудом в сете одинаковых. И мой любимый вариант номер три. Вот смотрите, я буду голосовать за четвертый вариант, что их будет три. Потому что вот какая у меня логика. Если каким-то чудом получится так, что в сете в вечность будут находиться два человека, то вполне может быть, что со временем там появится и третий. То есть я бы даже этот вариант переделал больше трех. Вот мой вариант номер четыре. Ну, я буду голосовать за второй вариант, что Горец будет только один. Потому что я ожидаю нормального поведения Джавы, нормального поведения сета. И там в какое-то колдовство я не верю. Наивный, наивный. Кто за вариант номер один, что не будет ни одного? Кто голосует, поднимает руку. Отлично. Кто за вариант номер два, что будет ровно один в сете? Есть люди. Хорошо. Два человека. Мне интересно, вот, наверное, это все мои третьи. Кто за то, что их там будет два? Так, побольше, да. Легкий пазл, наверное. И кто со мной, что их будет три там? Ты не авторитет. Точно. Есть еще время передумать. Правильный ответ два. Кто может объяснить, почему? Ну, вы айдишник присвоили, там генерейт вроде написано, присвоили. Айдишник часть кашкода. Был ноль, стал ноль. Все верно. Кстати, с нулем, может быть, такие будет один, потому что может не присвоиться айдишник. Нет, айдишник там присвоивается. От того, насколько кончен хибернейт, как бы. Все верно, да, это правильный ответ. Мы передаем через нашего белого раба приз человеку. Мужчина, пройдите. Едем дальше. Едем дальше. Ну, так как-то случилось, что... Совершенно случайно нам с Илюхой очень нравятся Звездные войны. Мне особенно. Нет, мы просто знали, что ты будешь в этой футболке, поэтому мы так сделали. Ну, неважно. У нас есть три, на самом деле, легких паззлера про скобки и про Звездные войны. Вот. Первый паззлер мы назвали «Скрытая угроза». У нас своя трилогия такая по Джорджу Лукасу. Смотрите, у нас есть сет, в котором мы хотим фразы мастера йоды или... Или не совсем мастера йоды. Сохранить фразы. Хорошим джавистом быть ты должен. На светлую джаву сторону переходи ты. Тотнет помутил разум ему. Поэтому это не те паззлеры, которые вы ищете. Вот. И с моей точки зрения, единственная особенность этого кода в том, что стоят две скобки там, две скобки там. Собственно, у нас к вам вопрос, что это работает, это компилируется, с чем это едят. Собственно, вариантов у нас четыре. Я буду голосовать за то, что это компилируется и работает, потому что я это написал. Именно потому, что это написал ты, я буду голосовать за вариант номер два, не компилируется. Ну, блин, если бы я голосовал за то, что это не работает, то я бы показал людям код, который я написал, сказал, ну, он не работает. Ну, у нас есть еще два варианта. Компилируется, но падает какой-то exception. Ну, и надо завязывать пить прототипы. Кто? Кто с Егором? Кто верит в Егора? Компилируется и работает. Кто-то есть. Ну, тут этот подозрительный какой-то, JavaDev. Кто со мной не компилируется? Ну, поменьше, чем. Ты, наверное, людям просто больше нравишься. Компилируется, но падает какой-то exception. И кто за трезвенность? Или за язвенность? Правильный ответ – компилируется и работает. Кто может объяснить почему? Оно может работать не всегда. Конкретно этот код отработает, но для сложных классов, когда вы используете вот этот, ну, это не статический инициализатор. Да, только не статический просто. Вот. Он может иметь очень неприятные сайд-эффекты. Если Эд рассчитывает, что конструкторе что-то проинициализировано, а конструктор походу вызовется после вот этого блока, тогда у вас получится очень неприятная ситуация. Никто не говорит, что так надо писать? Вот, я только хотел сказать, что вот если вы видите это, найдите того, кто это писал и поговорите с ним. Кому-то из нас показалось мало скобок. Пазлер «Новая надежда». Изменилось только количество скобок, теперь их пять. Вопрос, что будет? Варианты ответа те же. Я голосую точно так же, потому что я писал это. Ну, естественно, поэтому я голосую точно так же. Так, кто за вариант номер один компилируется и работает? Два человека есть. Кто за вариант номер два не компилируется? Походу все так пишут. И у всех компилируется. Компилируется, но падает какой-то exception тоже, наверное, пессимистов нет, да? Ну, хоть один. Нет. Отрезвенников тоже я не видел. Компилируется и работает. Было пару рук? Ну, потому что в блоке инициализации мы просто еще один блок… Все правильно. По большому счету ничего не поменялось. Мы едем дальше. И последний пазлер из этой серии. Называется он «Атака клоунов». Мы оставляем две скобки, мы меняем класс. Мы решили стринг попробовать использовать. Варианты ответа те же самые. Компилируется и работает, не компилируется. Компилируется, но падает какой-то exception, и завязываем пить прототип. Ну, наверное, никто уже не проголосует. Не знаю, как их. Лично меня ты убедил в том, что, наверное, это работает. Не знаю. Я буду голосовать за вариант номер один. Я буду голосовать за четвертый вариант, потому что, когда я это писал, я уже был запрототипирован полностью. Окей, хорошо. Так, кто со мной? Компилируется и работает. Наивных людей нет в этом зале. Не компилируется. Exception. И даже голосовать не будем. Не компилируется. Девизор в магазине мороженого. Я люблю мороженое. Я очень люблю его покупать и есть. Но магазин, в котором я покупаю мороженое, он никогда не продает мне ванильное мороженое. Я очень люблю ванильное мороженое. И я решил написать тест и проверить, обманывает ли меня магазин. Что у нас есть? Тут кода будет немножко побольше. Он весь так криво написан. Но идея, в принципе, такая, что у нас есть снова сущность. У нее есть ID-шник. Generated value. Он, опять же, стринг. Название. У него есть булин поле очень вкусное. У нас есть какой-то инам, в котором мы храним вкус мороженого. И у нас есть два геттера для поля очень вкусные. Ну, типа геттера. Но один из них, он не булин возвращает. Стоит заметить, что код нам достался от попередников, и у нас принято все на них валить. Без вот этой штуки что-то где-то не работает. Я не могу ее убрать. У меня все очень плохо, и я вынужден пользоваться этой сущностью, как она есть. Поэтому, да, два геттера. В моем коде ничего не ломается. В коде приложения тоже ничего не ломается. Поэтому мы как-то сосуществуем. Собственно, у нас есть сервис, магазин мороженого. Тут все довольно просто. У него всего два метода. Первый – это завести мороженое, которое принимает в себя лист мороженого, сохраняет его в базу. И есть метод купить мороженое. Мы передаем туда, какого вкуса мы хотим купить мороженое, и достаем из базы. Если хотя бы что-то мы достали, то самый верхний элемент листа мы возвращаем, и все хорошо. А теперь, собственно, тест. Что мы делаем? У нас есть тест. Мы завозим в магазин три вида мороженого, и после этого пытаемся таки купить ванильное. Все, страйк-форвард, подвоха никакого нигде нет. Смотри, правильно я тебя понимаю? Здесь было очень много кода. Вопрос в том, как поведет себя хивернейт, когда он увидит два вроде как гетера с разными возвращаемыми значениями. Ну, в принципе, да. Окей. Вопрос сформулирован. Варианты ответов. Тест пройдет. То есть хивернейт умный, все нормально, он будет работать, как ожидается. Не пройдет из-за АСР, то есть, ну, беда с базой. Не скомпилируется даже. Либо что-то другое. Мистический вариант. Даже объяснять, наверное, не надо. Просто голосуйте за что-то другое. Итак, кто за вариант номер один, что хивернейт, все понимает и все делает? Один человек? Нет, пара человек. Парочка? Да. Отлично. Кто за то, что тест просто не пройдет? Я не доверяю магазину. Обидели в детстве человека. Кто за то, что не скомпилируется? Кто за что-то другое? Кто со мной? Нас трое. Отлично. Правильный вариант ответа, что это другое? Дело в том, что в соответствии с спецификацией JavaBeans, которую написали, но никто не читал никогда, у всех булевых полей их геттеры должны начинаться с префикса is, а не get. И допустим, и что? Значит, следовательно, когда у нас появился, там у нас теперь получается, есть геттер, get, вкусное мороженое, да, по-моему, такой был, и хивернейт пытается, там было два геттера, да? Да, два. Вот, два геттера. Он видит два геттера, и он пытается вывести тип, который возвращает этот геттер, он его не может вывести и падает с исключением. Вот скажешь, какое исключение? Исключение… Класс. Класс, класс, exception, вот, да. Красавчик. И, соответственно, там в тесте нашем, в нашем сервисе, у нас этот exception не ловился, и в тесте он не доходит до assert, он вылетает с exception. Красавчик. Объясняй. Все почти что так, но спецификация там… Но не совсем. Не совсем такая уже сейчас, с какого-то момента у нас такие для булинов тоже get. Тут конкретно другой случай. У нас действительно будет класс, каст, exception, потому что хивер попытается взять не тот геттер, но это будет не всегда. Со 129 билда, седьмой джавы, порядок методов, порядок, который возвращается, порядок сущностей, который возвращается методом getDeclaredMethods, can vary from run to run. JVM не обеспечивает нам, что когда вы вычитываете из класса методы этого класса, они будут в каком-то определенном порядке. Вообще никакой порядок не гарантируется. И на каждом старте JVM он теоретически будет рандомный. Что происходит? Вот код хибернейта. Делает он следующее. Он берет, принимает в себя класс и смотрит. Вот я хочу найти getRMethods. И у нас есть как бы два префикса get и is. Сначала он ловит get, потом ловит is. Учитывая то, что у нас может зайти сначала getMethod, а потом isMethod, или сначала isMethod, а потом getMethod, в зависимости от того, что первое оно достанет, то оно и будет использовать. Если это будет get, который возвращает булин, все хорошо, все работает. Если это будет is, который возвращает не булин, будет класс cast exception. Вот такая вот особенность. Едем дальше. Ну да, значит смутные времена настали, зарплата у нас с Илюхой маленькая. Мы решили подзаработать. Придумали отличный план. Положить деньги в банк. Сделать вклад. У нас есть типичный банк, у которого есть два метода. Ну, три на самом деле. Положить на депозит, который сохраняет наш депозит, но кидает null pointer exception. И надежно положить на депозит, который сохраняет наши деньги, но кидает input-output exception. Оба метода transactional. Да, и у нас есть метод забрать свои деньги. Мы пишем два вот таких вот теста. У нас есть нормально так денег, и мы хотим нормально так денег положить на депозит. Мы отлавливаем эксепшены на всякий случай и ждем год. Год невысокосный, заработаем чуть меньше, но в принципе нормально. Ну, если заработаем. Да. И потом пытаемся забрать свои деньги и посмотреть, что достали ли мы хоть что-нибудь. Второй тест точно такой же, за исключением метода, которым мы пытаемся сделать вклад. То есть, если в первом тесте вылетит null pointer exception, то во втором тесте вылетит input-output exception. Собственно, что произойдет, вопрос. Оба теста пройдут. Первый пройдет, второй нет. Второй пройдет, а первый нет. И оба не пройдут. Смотри, вот мой определенный четвертый, я банкам не верю, я храню под подушкой. Так еще мы с тобой в эту авантюру ввязались. Я голосую, что второй метод пройдет, потому что если мы надежно положим, то у нас все будет хорошо. Ну, допустим, договорились. Кто за то, что оба теста пройдут? Один человек. Кто за то, что первый пройдет, а второй не пройдет? Один, два, ага, запомнил. Второй пройдет, первый не пройдет. И кто со мной? Отлично. Первый пройдет, второй нет. А потому что в первом случае тоже runtime exception, а во втором checked exception. То есть, ну, то, что там null pointer и checked, это все хорошо. Мы смотреть все можем. В чем разница для спринга? Ну, то, что runtime, он не будет делать, ну, rollback не будет делать. Я согласен с этим ответом, я его немножко перефразирую. Разница в том, что спринг по умолчанию откатывает свои транзакции для unchecked exception. Для checked exception по умолчанию rollback не происходит. Это можно донастроить. У аннотации transactional есть параметр rollback for, можно поставить ему exception, и он будет пытаться откатывать вообще для всего. Вот давайте так и попробуем сделать. Немножко модифицируем пазлер. Теперь у нас есть метод очень надежно положить на депозит, который выкидывает null pointer exception, но мы ему говорим rollback for exception, чтобы вообще все дырочки возможные залатать. И мы помечаем test transactional и пытаемся сделать вклад, подождать и вычитать. То есть изменилось test transactional и rollback for появился. Собственно, варианты ответов, что произойдет в этой ситуации? Тут три варианта, тут еще проще. Четвертый не придумали просто. Тест пройдет. Ну, я, наверное, за него проголосую. Не верят люди. Тест не пройдет. Assertion error. Один человек. И тест не пройдет, спринг против. То есть в этой ситуации, как мы думали, спринг посмотрит transactional, там rollback for есть, там нет. Он скажет, вы уже там определитесь, что вы от меня хотите. Кто за вариант номер три? С тобой тоже людей уже нет. Они вообще просто не голосуют. Они считают, что четвертый вариант появится. Четвертый вариант это то, что мы перестанем пить прототипы, но пить прототипы мы все равно не перестанем. Ну, всяко может быть. У нас был один человек, который поднял руку на этот вариант. И где он? Створится новая транзакция? Да, это приз. Я объясню более подробно. Пропагейшн никто не отменял. Действительно, у нас спринг увидит, что у нас выпал null pointer exception, и он попробует rollback сделать. Но он попробует rollback сделать там, где транзакция будет заканчиваться. То есть на момент выдачи нам нашего депозита сущность еще будет существовать. Идем дальше. Ужасный слайд. Сага о битлах? Ты любишь битлов. И ты любишь битлов. Я люблю битлов. Все любят битлов. Поехали. Все любят битлов. В общем, мы подумали с Егором, что битлов мало не бывает, и много не бывает, и битлы нужны всем. Всегда и везде. И мы написали сложный метод. Мы его долго рефакторили. В конце концов, он стал вот таким. Мы хотим выводить на консоль текст песни Yesterday. Также let it be хотели, но не вышло. Вот. И есть аннотация scheduled, которая делает определенные действия по крону. Вот мы думаем, надо нам их побольше. Мы ставим две аннотации scheduled. Первая должна вызывать этот метод каждые 3 секунды, вторая — каждые 6. Собственно, нас интересует, что произойдет в этой ситуации. Отработают оба крона, ну, две аннотации. Втокнем 3, будет 3. 4, будет 4. Будет работать только первая. То есть Spring пройдет, посмотрит, увидит первую аннотацию, дальше ничего искать не будет. Вот я, кстати, за этот вариант голосую. Будет работать только второй. То есть Spring найдет последнюю, перетрет все, которые выше стояли, и выведет только каждые 6 секунд. И ошибка компиляции. Я голосую за вариант номер 4, потому что я пытался как-то 3 в райда поставить на ту стрингом, у меня не скомпилировалось. Так, кто за вариант номер 1? Будут работать оба крона? Будет работать только первый? Один человек. Будет работать только второй? Есть кто-то. Ага. И кто за ошибка компиляции? Есть люди. Будут работать оба крона? Начинается с моей джавы. В аннотации там появились специальные аннотации, называются как-то повторяющиеся аннотации. Repeatable. Repeatable. Да, правильно. И можно их ставить несколько аннотаций, и тогда будут они обрабатываться последовательно, и в общем-то по сути теперь аннотация это такой тюринг, полный язык программирования. Как они работают? Там хватает одной аннотации или что-то еще ей надо? Ну, насколько я знаю, на самой аннотации нужно еще одну аннотацию поставить. Которая будет хранить список всех тех repeatable аннотаций. Я ни разу не делал, поэтому детали не знаю. Правильно. Вот так. Для того, чтобы у нас это заработало, нам недостаточно просто поставить над нашей аннотацией аннотацию repeatable, поэтому нам нужна еще одна аннотация, в которой у нас будет лежать array наших оригинальных аннотаций, для того, чтобы как-то это все до кучи собрать. Мы написали метод, который мы будем этим делом тестировать. Вот у нас есть do-sam-staff, который что-то пишет, и мы говорим, одна аннотация у нас логирует в один лог, а второй лог у нас, мы его, мы же не заработали ничего на банке, правильно, поэтому хоть логи может куда-то продать. А PPM зарплату не повышает. Да. И он, кстати, в зале. Не будем показывать. Не будем показывать пальцами. Но это тоже не заработает. Не заработает. У нас к вам вопрос, как нам Spring подружить-то с нашей аннотацией? Кто скажет? За чашку. Красавчик. Я тебе в чашку даже вечером что-то налью. Я его в лицо помню, он слушал точно Борисова. В общем, мы пишем свой BIN постпроцессор. Да. Слям взяли идею опять у этого парня. И прямо даже пишем. Собственно, пока Егор будет переключаться на presentation mode, я вкратце расскажу, а Егор начинает уже писать. Да. Для начала вот у нас есть такой тест. Я просто добавил сюда кучу слышенов, чтобы это было видно в потоке того, что Spring Boot будет нам в консольку писать. Тут ничего такого. Мы берем какой-то наш трекер и вызываем вот этот do-sum-stuff метод, который я уже показывал. Как правильно было сказано, для того, чтобы нам подружить нашу кастомную нотацию со Spring, нам необходимо и достаточно написать свой собственный BIN постпроцессор. По какой логике обычно все это делается? У BIN постпроцессора есть два метода. Один из которых вызывается до, а Егор уже пишет, я так думаю, который вызывается до инициализации BIN, второй вызывается после инициализации. Как правило, если надо создавать прокси, прокси создается после инициализации. Но для того, чтобы этот прокси создать, а нам прокси нужен, потому что нам необходимо сначала вызвать оригинальный метод, чтобы не потерять функциональность, и потом добавить ему функционала, так как мы хотим сначала написать то, что в методе, и потом залогировать наши строчки, которые были в аннотациях. Егор пишет мапу, в которой он будет сохранять при первом проходе по BIN постпроцессору наш BIN и проверять, если у этого BIN есть хотя бы один метод, помеченный нашей новой аннотацией, мы его сохраняем для того, чтобы при проходе по второму методу вытащить этот BIN из мапы и добавить, собственно, функционал. Для этого у BIN через getClass можно взять getDeclaredMethods и у этих методов последовательно посмотреть, есть ли наши аннотации. Если аннотации есть, будем запоминать. Вот getAnnotationsByType нам возвращает array этих аннотаций. Если у него длина… Есть куча вариантов, как это можно написать. Можно и так. Если длина будет больше нуля, мы запоминаем наш BIN. И это, собственно, все, что мы хотели сделать при первом проходе по BIN постпроцессору. Если мы нашли хотя бы один метод, помеченный этими аннотациями, значит, у нас в этом BIN логично. Есть методы, помеченные этой аннотацией, и нам цикл for можно брейком даже прервать. Егор концептуально не хочет этого делать. Что? Прервать цикл for брейком. А, брейк. Да, согласен. Окей, тогда второй шаг. После того, как мы уже это все нашли, и мы точно знаем, что у нас есть какие-то BIN. И самое важное, BIN у нас уже инициализирован. На втором проходе через BIN постпроцессор. По имени BIN мы пытаемся вытащить его из нашей мапы, чтобы посмотреть, запомнили ли мы его. Если он у нас вот здесь не null, значит, мы его запомнили. А это, в свою очередь, означает, что у этого BIN есть методы, которые помечены нашей аннотацией. Вытягиваем BIN по имени из мапы, смотрим, null он или не null. Вот если не null, мы его запомнили. И мы будем его проксировать. Старый добрый дайнэмик прокси, который еще нас с вами, наверное, переживет, создает прокси-инстанс. Ему для этого, естественно, нужен класс-лоудер первым параметром. Вторым параметром ему нужны методы, которые должен этот прокси реализовывать. Поэтому мы передаем туда интерфейсы, которые наш BIN имплементировал. И третьим параметром мы передаем ему invocation-хендлер, который и будет, собственно, добавлять новое поведение нашим методам. То есть для начала, так как мы не хотим, чтобы у нас поведение как-то поломалось, мы должны вызвать старый добрый метод, который мы пытаемся немножко модифицировать. Для этого нам надо, собственно, метод получить. А у нас есть, да, резонно. Мы вызываем его на инстансе оригинального BIN, для того, чтобы у него уже была какая-то реализация. У нас метод void и без параметров, но на всякий случай аргументы надо передавать, потому что он не обязательно не принимает параметров. И на всякий случай надо, естественно, сохранять возвращаемое значение, потому что метод не всегда может быть void. Через invoke мы вызвали оригинальное поведение метода. Invoke отработал. И после этого мы будем, собственно, добавлять новый функционал. Мы будем брать аннотации и уже на этапе здесь логировать дополнительный вывод и сливать, собственно, деньги. Для этого Егор еще раз достает метод, который потенциально мог быть помечен нашими новыми аннотациями. И у этого метода он считывает аннотации, которые, возможно, там были, а возможно и нет, потому что не обязательно именно этот метод был помечен аннотациями. И, собственно, если эти аннотации были, мы пробегаемся по этому ирею и выводим новые записи. Вот. Ну, похоже на правду. Вот. И еще один нюанс. Если у нас bin был не null, мы его запомнили, мы его проксировали. Если bin null, мы его не запоминали, мы не хотим ничего ломать, мы вот там внизу возвращаем, собственно, оригинальный инстанс. Попробуем это дело запустить. Давай попробуем. Но я думаю, не заработает. У пишущего руки кривые. У пишущего руки кривые. Мы-то новый bin post-процессор написали. А как Sprint о нем узнать-то должен? Он работает, потому что я был на шаг впереди тебя и воткнул над нашим bin post-процессором. То есть ты обманул людей и обманул меня? Работает. Понятно. Я тебя понял. То есть резюмируя этот, ну даже уже не пазлера, может быть такой вот какой-то практический урок, bin post-процессор – это достаточно мощное средство, продвигаемое Жене Борисовым и другими евангелистами этого всего движения, для того, чтобы настроить Sprint под себя, сделать его более гибким и раз и навсегда закрыть какие-то вещи еще на ранних этапах разработки приложения. И пара-тройка пазлеров по восьмой джаве. Все это, конечно, избито, но, как показывает практика и опыт, далеко не все люди перешли на восьмую джаву, используют ее повседневно и, что самое главное, используют ее правильно. Ой, не все. Вот я до восьмой джавы всегда боялся удалять что-то из лист. Вот как это делалось? Да, создаешь там еще 100-500 коллекций, туда это все сохраняешь, старую выкидываешь. Как говорится, хватит это терпеть, панацея есть, стримы. Создаем лист, рейнджом от 0 до 10, делаем ему боксинг, чтобы интеджеры у нас большие были, и собираем в лист. И дальше думаем, хочется поудалять из него. Берем из листа стрим, вызываем метод пик, который фактически такой нетерминальный forEach. Для каждого элемента есть стрима, он что-то с этим элементом сделает. В нашем случае мы передаем референс на метод remove. И в итоге forEach выводим на экран. Собственно вопрос, как это будет работать. Вот первый пункт будет работать, окей. Подразумевается, что удалит все, и лист будет пустой. Даже жесткий диск. Вариант номер два ничего не удалит, то есть отработает, эксепшенов не будет, но ничего не удалит. Concurrent modification, куда же без него. И вариант что-то другое. Отличный вариант, я считаю. Я голосую за первый вариант. Я использую стримы для всего. Везде я в них верю. Особенно в нашем проекте в седьмой Java. Отлично. Я буду голосовать за вариант номер три, concurrent modification, потому что я в это не верю. Собственно, давайте голосовать. Все окей. Ничего не удалит. Concurrent modification. И что-то другое. Есть люди за что-то другое. Concurrent modification. Ну, потому что он перечисляется, и когда рему вызывается, потом итератор пытается взять следующий элемент, и как бы уже лист изменился, и будет исключение. Ну, да. По большому счету пазлера нет. Все верно. Мы бежим по коллекции, мы ее модифицируем. Stream, не stream. Мы же работаем с underline collection, и потом терминальным for each. Мы отлавливаем этот exception и выводим его на экран. Да, это for each. Пазлера не было. А давать ли приз за то, что пазлера не было? Я думаю, давать. Мы продолжаем, и мы немножко модифицируем наш пазлер. Собственно, а давайте отсортируем. Вдруг поможет. Я свои баги в проекте всегда так фикшу. Вот если не работает, давай отсортируем. Иногда помогает, иногда нет. Собственно, единственное, что поменялось, добавился sorted. Это единственное. Я сразу голосую за третий вариант. Варианты те же самые. Только sorted добавили. Ты за третий. Я за concurrent. У меня мозги в голове еще есть, и я понимаю, что sorted не спасает. Давайте голосовать. Окей. Еще раз. Один и два. Интересно, интересно. Ничего не удалит. Двое. Concurrent. Что-то другое. Бинго. Было два человека. Кто хочет объяснить? Я совсем и джавой не работал, но, по-моему, создается новая коллекция. Вот и все. Да. Объясни подробнее. Когда мы вызываем на стриме sorted, мы уже на тот момент не работаем с той нашей оригинальной коллекцией. Внутри стрима создается копия коллекции, сортируется, и дальше уже мы работаем с ней. Поэтому у нас нет проблемы concurrent modification exception, потому что мы уже как бы не модифицируем нашу коллекцию. Это уже совершенно другое представление. Это как бы ее копия. А ты сказал магию? Stateful intermediate operation. Сказал. С загадочным лицом. С загадочным сказал? Сказал. Тогда все хорошо. Еще немножко модифицируем. Да. Давай еще докручиваем. Нет времени ждать. У нас, как вы помните, нас ждут прототипы после доклада, поэтому надо заканчивать, и удалять надо быстрее. В параллель удалять будем. К sortedу, параллель туда еще добавляем. И, я не знаю, собственно молимся, потому что если это в продакшене, то варианты и ответы те же самые. Давайте голосовать. Кто за то, что все окей, еще и быстрее в придачу. Удаляем вообще со скоростью просто света. Ничего не удалит. Concurrent modification. А ведь ты мой тимлит. Что-то другое. На шестой джаве. У нас просто в дата арте так повелось, что у нас для каждой джавы свой тимлит. Вот он на шестой, есть еще один на восьмой, будет девятое вообще заживем. Кто за что-то другое? Один? Два, три. Два, три. Давай еще подождем, мне кажется, еще люди проголосуют. Что-то другое. Что-то другое. Кто объяснит что? Из необъяснявших желательно, по возможности. Давай попробуем. У нас коллекция разобьется. Сорт от коллекции разобьется на какие-то чанки. По каждому из чанков будет биг столько раз, сколько элементов в листе, в другой коллекции. Но они же late binding. То есть да, в итоге где-то на for each разобьется, но на этапе parallel как бы сплитераторы создадутся, но все это пойдет в работу при терминальном for each. Когда мы вызываем parallel, у нас не... То есть если мы работаем с какой-то коллекцией и как-то ее модифицируем, мы вызываем parallel на этом деле, что происходит? У нас не гарантируется изначально какое-либо успешное поведение. То есть написано прямо в Java Doh, что не гарантируется успешная работа с коллекцией. То есть оно может удалиться, может не удалиться. Будет там два элемента, три элемента. Ну вот так, короче, будет. Как мы это чиним, кстати? Чиниться это очень просто. Да мы так не пишем просто. Ну мы же так написали. Вот если нам нужно это заюзать, что мы сделаем? Сделаем мы достаточно простую вещь. Мы заюзаем любую конкурентную коллекцию. Любую коллекцию, которая вернет сплитератор, у которого внутри стоит parallel true. Например, concurrent хэшмап, копии on writer и list, неважно, что угодно, что у нас в конкурентной коллекции. И тогда вот этот код будет работать корректно. Вообще удаляем по старинке. Ну да. И все будет работать. Выводы? Да, мы будем уже заканчивать. Как бы то, что я могу посоветовать и должен посоветовать. Читайте мануалы. Причем не просто читайте мануалы, чтобы читать мануалы, а вот, например, документация Extreme API сама по себе очень классная. Она очень много всего того покрывает, что там внутри происходит. И вот, например, про вот эти нетерминальные операции, которые меняют стоит стрима, типа sorted. Есть отдельная категория. Они перечислены и написано, что происходит. То же самое про parallel. Если ты берешь parallel стрим или просто parallel вызываешь на стриме уже, что-то происходит внутри стрима. Это как-то влияет на его поведение. И это явно описано. Ну, кроме вот этого случая, когда написано, что мы не гарантируем, что билеты будут и ничего не понятно. Не гарантируем, это значит, используйте на свой страх и риск. Собственно, а я в завершении хотел бы сказать всего лишь единственную фразу. Пишите код так, чтобы его можно было показать людям. Или показывать его людям будем мы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.